интересная посылка интересно она чем снова здравствуйте интересного чем я не знаю что находится внутри тут как бы написано что вроде как игрушка но по треку проверять банально лениво поэтому я просто открою и методом научного тыка поймем что это такое так ли сколько наклеек да что ж так такая вот игрушка не желаете поиграться весь вас деревянные игрушки полуприколочено то наверное это будет самое то а сам это что такое еще дополнительная батареечка на самом деле это не просто игрушка это фокус-покус она чтобы факир был трезв а то фокус не удастся так и как тебя использовать очень понимаете нет не так может быть вот так вы знаете по мне надо разобраться и к вам вернуться все дело попробуйте показать и гается с помощью ломы какой-то там матери стало ясно что здесь потайное место здесь потайное место и в это потайное место мы ну опять же до конца не пробовал поэтому если что-то пойдет не так ребят не обессудь прячем батареечку что же за такое это руки и крюки блин ну на самом деле ну как так так вот эту штучку сюда наверно пока о вставилась все со стороны ведь не видно что же такой незаметно абсолютно болт и болт далее мы вставляем по идее вот так вот далее мы все это дело накручиваем сюда у нас цельный болтик и почему ничего не происходит больно как ж ты жужжишь то страшно значит я видимо сильно накрутил что не так видимо это скотч двойной который можно увидеть под цвет руки явно сильно прикрутил давайте чуть откройте что-то Так. Вот так вот. Вот так вот происходит магия. Куперфилд отдыхает. Гудит ужасно. Но на самом деле можно, судя по всему, вот сюда вот ее вклеить. К пальчику приклеить. Да, соответственно, будет не заметненько абсолютно. После чего сделать вот так. Блин, по-моему, чудесный фокус. Смотрите, еще раз, да? Ай, вернись назад. Гаечка откручивается. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. По-моему, просто чудесно. Еще раз. Откручивается со скоростью шуруповерта, ребят. То есть, можно вот это вот все дело спрятать в стол, например. Да? И вот если мы вот так вот поставим... Ай-яй-яй. Нет. Блин, да чудесный, по-моему, фокус-покус получается. При всем при этом, что-то в районе 120 рублей все это дело стоило. Давайте. Вот так вот гудела бы она как-нибудь иначе. И, наверное, вообще цены бы не было. Я не знаю, каким образом. Какими законами. Ну-ка, вот так вот давайте попробуем. Берем и... А это где-нибудь там под плюночкой стола спрятано. Так, ну что. Полностью я уже разобрался, как с ней работать. Давайте еще раз покажу. С самого начала. Вот эта вот часть снимается. Там находится батарейка. Не буду я ее сейчас дальше ломать. Что-то как-то не сильно она сниматься хочет. Ну, да не важно. А вот, как это сказать, набалдажник, утяжелитель. Он, на самом деле, не сильно нужен. Он не сильно нужен, но у него есть определенный плюс. Он уменьшает звук, издаваемый данным элементом фокусника. А что такое? То есть, вы можете дать эту гайку. Она ничем не отличается. Все хорошо. Вот это я даже не знаю, для какой расы человек подходит под цвет кожи. Ну, в целом, наверное, будет не так сильно заметно. Оптимально, если вы вот эту металлическую шайбочку спрячете под наклейку, что это даст. Ну, как минимум, то, что у вас она будет на пальце в одном месте и не будет отваливаться. Далее вы берете вот эту часть и можно либо снизу, либо сбоку к набалдажнику прислонять металлическую шайбочку. Фокус начался. Если мы уберем утяжелитель, будет все то же самое. И мы понимаем, что он абсолютно не нужен. Но, в целом, картину дополняет. Там кто-то засомневается в ваших магических способностях. Вы можете снять его и повторить этот же фокус уже без него. И тем самым подтвердить, что вы Дэвид Копперфилд. Или кто там еще у нас есть. Единственный минус это то, что жужжит. Вот если мы уберем саму гайку. И если мы уберем утяжелитель. Но можно это списывать на то, что гайка крутится со звуком. Можно там добавлять какие-нибудь пассы руками. А в целом стоит где-то там в районе 100 с небольшим рублей. Цена достаточно символическая. Вещь очень даже прикольная. Рекомендую к покупке. Почему бы нет. Засим все. С вами был я, Михаил. Канал Картавый Блогер. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok